Сергей, привет. После эфира хотел бы с тобой отдельно поговорить про компанию перспективный мониторинг и про ваш сервис или ваш продукт, как правильно сказать, про эмпай. Скажи, почему компания решила заняться этим направлением, потому что вы известны больше, наверное, как коммерческий сок, а тут вдруг еще на поляну с киберполигонов еще выше. Расскажи, почему эта тема стала интересна? Действительно, да, все верно. Мы абсолютно сервисная компания, были до какого-то момента, и только услуги оказывали. И где-то году в 18-м вначале пришла идея, вот площадок, где могут тренироваться условные атакующие, их достаточно много. А вот площадок, где могли бы тренироваться безопасники, да, в какой-то среде изолированной, не боясь ничего поломать, их, ну, там можно было пересчитать по пальцам одной руки. Мы решили, ну, наверное, это неплохая ниша, потому что уже тогда мы прям чувствовали, что потребность в таких услугах есть, дефицит людей ощущался, и он, по-моему, становится только острее. И мы решили, ну, давайте попробуем сделать такую площадку. Мы сделали прототипы, посмотрели, как это работает, это работало хорошо, и мы поняли, что есть перспектива сделать прям полноценный продукт, который бы мы могли, как коробку, продавать заказчику. Вот это, кстати, важно, если я правильно понял, вы все-таки изначально задумывали это именно как что-то отчуждаемый такой сервис, но что ведь, ну, точнее, даже не сервис, а именно продукт, да, который можно отдать заказчику в его организацию, где он будет что-то поискать. Ты, собственно, об этом что в эфире говорил, да, но я хотел уточнить этот момент. Все верно. Основная концепция, основной вариант поставки Empire, это, конечно, программно-аппаратный комплекс, когда заказчик получает и оборудование, на котором крутится киберполигон, и модель инфраструктурной, которая происходит тренировки, и наше программное обеспечение, которое позволяет управлять, во-первых, тренировками, проводить их, реализовывать автоматические атаки на эту инфраструктуру. И до сих пор это остается главным вариантом. Понятно, что поставки могут быть разные, и мы идем навстречу пожеланиям наших заказчиков и потенциальных заказчиков. И тоже понимаем, что утилизировать, использовать в большом объеме часто для проведения киберучений киберполигон как пак, достаточно сложно. В паке достаточно просто делать кистомизацию по инфраструктуре, по сценариям. Но если возникает задача, мы просто хотим потренироваться на некой типовой инфраструктуре, и заказчик тут не видит необходимости приобретать программно-аппаратный комплекс, ну, вроде бы, логично вытекает необходимость предоставления киберполигона как услуги. Да. Empire as a Service. Это направление у нас тоже развивается, и тут нам, конечно, немножечко, что называется, помогла пандемия и самоизоляция. Мы поняли, что мы можем и в удаленном режиме проводить киберучения, потому что, ну, вот, год был такой. Мы попробовали, и оказалось, что это возможно. Соответственно, мы сейчас предоставляем и такую возможность, то есть по защищенным каналам организации, которые хотят потренироваться, могут подключаться к нам, на наших экземплярах комплекса. Да, а скажи, вот, если я, допустим, купил себе программно-аппаратный комплекс, штемппай, и на нем начинаю оттачивать определенные навыки, да, проводить киберучения, я должен еще оплачивать там за какой-то дополнительный сервис, то есть у меня там сценарии, по которым я буду проводить учения, они уже там идут из коробки, или мне нужно там постоянно какую-то подписку иметь? То есть как это происходит? Нет, нет, сценарий и конструктор сценариев, он идет из коробки, и более того, в поставку импайра включается техническая поддержка на определенный договором период, и по истечении этого периода включенной технической поддержки комплекс продолжит работать с ним, ничего не случится, просто перестанут приходить обновления. Ну, достаточно стандартная практика для вендоров на нашем рынке. При покупке программно-аппаратного комплекса мы не вводим какую-то плату за тренировку, то есть это полностью ваш комплекс, и вы можете им распоряжаться как хотите. Хорошо, а с технической точки зрения, вот смотри, если я, ну вот у меня, по крайней мере, встает перед глазами такая картинка, когда я слышу о неком паке, что в нем уже достаточно жестко настроенное ПО, которое я, в общем-то, использую как некий бокс, и я с ним работаю без возможности какого-то глубокой кастомизации. То есть это как раз именно, что это в случае, или я могу как-то вот этот мини-полигон каким-то образом кастомизировать там под свою организацию, как это происходит? Такая возможность есть, но скорее это делаем мы как вендор, нежели предоставляем такую возможность заказчику. Технически он имеет возможность это сделать, другое дело, что нужна достаточно серьезная квалификация по администрированию, по построению инфраструктур. Скажи вот... Ну плюс, да, поскольку вносятся изменения в инфраструктуру, мы не гарантируем, что при изменениях этой инфраструктуры будут корректно работать сценарии. Мы об этом заказчику как бы сразу предупреждаем. Но те изменения, которые делаем мы, мы, естественно, все тестируем и работоспособность гарантируем. То есть это можно по договоренности, чтобы говорить с вами, да, и внести какие-то определенные изменения. Абсолютно верно, конечно. Хорошо, по твоему опыту, вот те заказчики, кто приобретает ваш программно-аппаратный комплекс, штемпая, это из каких отраслей, да, то есть какая может быть там уровень зрелости этих компаний, то есть какой-то профиль хочется понимать? Как я уже сегодня в эфире говорил, мы даем инструмент для того, чтобы тренировать людей. И исходя вот из этой концепции, ну, очевидно, что основные заказчики у нас это какие-либо учебные центры, назовем их так, кто может проводить киберучение, у кого есть необходимая компетенция. Мы вели переговоры с довольно крупными корпоративными заказчиками, которые достаточно регулярно и планомерно проводят внутреннее обучение сотрудников. У нас очень много активностей с вузами, теми, кто хочет открывать центры киберкомпетенции каких-нибудь. И, конечно, это коммерческие учебные центры, которые предоставляют платные образовательные услуги. Мы очень надеемся, что в скором будущем люди, которые хотели бы потренироваться на нашем киберполигоне, смогут прийти к нашим партнерам и там пройти прям курс с отработкой практических навыков на нашем киберполигоне. Более того, такие партнерские киберполигоны уже есть. Пример такого сотрудничества это наш проект с университетом нефти и газа имени Губкина. Мы о нем рассказывали на недавнем мероприятии в Малнитогорске, когда они уже проводят полноценные учебные курсы с использованием имплайера. И мы с нашим партнером приглашаем людей приходить и тренироваться. Хорошо, да. Я правильно понял, что на самом деле с вашим комплексом и продуктом могут и коммерческие соки или вообще соки пользоваться для тренировки своих специалистов не за первой-второй линии. Тут даже не могут пользоваться, а пользуются. Собственно, мы как провайдер услуг коммерческого сок наши сотрудники достаточно регулярно тренируются на Empire. Они же нам помогают писать сценарии, тестировать сценарии. Потому что вообще в сценариях реализации компьютерных атак на инфраструктуру у нас соединяются два направления экспертизы. С точки зрения обнаружения, выявления компьютерных атак мы подключаем специалистов СОКа. С точки зрения моделирования компьютерной атаки, то, как она проходит и реализуется именно в том или ином программном обеспечении либо в автоматизации работы этого программного обеспечения, нам помогают наши пинтестеры. То есть тут с двух направлений идет работа на сценарии. Да, это удобно. Здорово. Кстати, вот про конструктор сценариев ты упомянул его не так давно. Это предусмотренные механизмы для того, чтобы заказчик мог свои сценарии тоже создавать. Давай я расскажу немножечко, как в принципе работают сценарии. Да, хорошо. Сценарии это достаточно захаркоженные последовательности. Они очень похожи на действия реального злоумышленника. То есть это полноценно разведка, закрепление, дальнейшая разведка. Переход из одного сетевого сегмента в другой, эксплуатацию уязвимостей, эксплойты и инструменты там используются ровно те же, которые используются в реальных компьютерных атаках. И основная цель, почему сделано именно так, заключается в том, чтобы преподаватель, не обладая даже какими-то серьезными знаниями в проведении, словом говоря, пинтестов, мог эту тренировку запустить, и у него в инфраструктуре следы компьютерной атаки остались. Да, то есть мы делаем так, чтобы атакующей стороной мог быть любой преподаватель любого учебного центра. Да, ему не обязательно для этого быть белым хакером. Упрощаем его задачу. Соответственно, в конструкторе у нас есть набор кирпичиков, из которых строится вот эта последовательность компьютерной атаки. И преподаватель, тренер, который хочет реализовать какую-то свою задумку по тем шагам, которые будут в этой компьютерной атаке, он сможет, не зная вообще никаких языков программирования, на которых у нас строится вот эта автоматизация, запрограммировать последовательность вот этих шагов в атаке. То есть он выбирает уязвимые узлы, он выбирает уязвимости, которые будут использованы в данном сценарии. Они там собираются внутри нашего комплекса и потом проигрываются на инфраструктуру. Ну, то есть, что, в принципе, возможно создать свою некую модель атаки, да, то есть предположить, что сначала мы, допустим, используем некий фишинг, потом мы проникаем через какую-то уязвимость на рабочую станцию, подбираем пароль администратора, выходим, допустим, на АД или на что-нибудь еще, получаем над ним контроль, дальше там своруем деньги и так далее. То есть я могу этими вариантами, этими элементами как-то жонглировать и выстраивать некую свою, может быть, даже уникальную последовательность. И уникальную последовательность у тебя есть возможность сохранить, кому-нибудь передать, посмотреть, оценить. Да, это здорово. Мне кажется, по итогам нашего с нашего с тобой разговора у меня возникла такая аналогия, наверное, правильнее Штемпая называть кибертренажером. Ну, то есть это некая штука, тренажер для ИБшника, которым он занимается и тренирует свои скиллы, в данном случае, не мышцы, а некие интеллектуальные навыки. Такая же аналогия хорошая получается. Мы ее так и называем учебно-тренировочная платформа. Да, учебно-тренировочная с платформы, это так, что более, может быть, звучит интересно, чем просто тренажер. Но, мне кажется, правильная штука аналогия, что у меня возникла. Хорошо, спасибо тебе большое за интервью. Я думаю, нашим зрителям будет очень интересно. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok